Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Там же у нас много событий всяких, да, и Ковальчук вернулся в таком, будем говорить, в хорошем возрасте, да, туда в НХЛ, и Овечкин продолжает там феерить вообще во все стороны Ну, казалось бы, да, Илья Ковальчук как молодое вино должен, в принципе, прибавить и уже даже в 35 зажечь, но, к сожалению, попал он, совершенно не угадал с клубом, вот, он приехал в Лос-Анджелес на западное побережье, то есть там солнечно, море рядом Но, тем не менее, к сожалению, команда оказалась днищем, вот, и... Сейчас, подожди, я, извините, перебью, я хотел уточнить, просто именно команда оказалась днищем? Да, именно команда, уволили тренера, новый тренер дает ему все меньше игрового времени, Илья не забивает уже, не набирает очков 8 матчей подряд, вот, к сожалению, все плохо, но у него большой контракт, его в ближайшее время обменять не смогут, потому что никому он такой не нужен, вот, но при всем при этом, это Илья Ковальчук Илья Ковальчук, и от него можно ожидать все, что угодно, и я думаю, что все будет нормально, и в ближайшее время он исправится А ты говоришь, очков нет, в смысле, у него голевых передач даже нет, да? Да, 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 вообще ничего, да? Нет, ну, голевые передачи, ты, все, поменьше отдает, в основном-то он забивает Ну, да Вот, ну, зато все очень здорово у Александра Овечкина, который со своим Вашингтоном прям не чувствует чемпионского похмелья, они взяли кубок Стэнли этим летом, и, в принципе, довольно нормально начали сезон, без особых спадов, сам Александр стабильно забивает, там, и в большинстве, и из своего офиса в круге вбрасывания, вот, хорошо, в принципе, проявляет себя и Евгений Малкин в Питтсбурге, они зажигают, как всегда, вместе Сидни Кросби, Своим капитаном, Александр Адулов в Далласе очень здорово смотрится, в принципе, и даже Никита Кучеров в Тампе, в Тампе, при том, что Андрей Василевский в воротах травмирован пока, но, в принципе, лидер Тампы вместе с молодым Мишей Сергачевым там зажигают, есть за кем следить Слушай, я хотел вернуться все-таки к Ковальчуку, да, поскольку к фигуре очень, более чем серьезной, более чем авторитетной, я просто не в курсе, может быть, я упустил, он сам выбирал этот клуб, или как, почему так получилось? Дело в том, что у него было, по-моему, порядка 10 предложений из разных команд, и в первую очередь он хочет выиграть Кубок Стэнли, и, в принципе, для этого Лос-Анджелес перед началом сезона оказался довольно-таки выгодной партией, но сложилось так, что у Олли-тренера плохо начали сезон, наняли тренера, который совершенно не подходит этой команде, ну и, в общем, все не очень хорошо А может быть такое, что все эти организационные моменты как-то в ближайшем времени решатся? Ну, я думаю, что они до Нового года точно решатся, вот, что-то, что-то будет, либо, в худшем случае, его контракт выкупят, и он подпишется в КХЛ в Скай. Мы все-таки как-то не привыкли, но Ковальчук просто имеет возможность и обязан играть совершенно по-другому, нежели вот то, что сейчас с ним происходит. Да нет, конечно, он сам это понимает, он суперзвезда и мастер высокого уровня, поэтому я думаю, что и справится, и в ближайшее время мы увидим от него и голы, и очки. Ну, будем надеяться во всяком случае. Друзья, мы прервемся ненадолго, через несколько минут, программа «Страна о спорте» продолжится. Доброе утро. Страна ФМ и Спортэкспресс представляют. Стране о спорте. Лайв. А, друзья, «Страна о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ» продолжается. Евгений Белоусов из издательского дома «Спортэкспресс» сегодня вместе с нами. Жень, еще раз доброе утро. Переходим от хоккея к футболу. Ну да, сегодня ЦСКА проводит пятый матч в группе Лиги Чемпионов. Слушай, вот извини, давай об этом чуть позже, а пока я хотел все-таки поговорить о самой проблемной команде нашей футболе. Конечно, это «Спартак», да, все в курсе, что там происходит и практически не заканчивается как бы. Ну да, действительно, «Спартак» это такой сериал Санта-Барбара, наверное, лучше всего подходит, потому что следить за ней можно бесконечно. И вообще не дает заскучать. Вот, сменился главный тренер, Олег Кононов в первом своем матче одержал победу, хоть и над крыльями, но все равно такая яркая, волевая, он вернул состав Дениса Глушакова и Андрея Ещенко, которые... Глушакова хотел отдельно спросить, Женя, вот так микрофончик, можешь нажать назад, вот смотри, вот так, ага, все, супер, теперь тебя хорошо слышно. По поводу Глушакова сразу, поскольку мы далеко от него не ушли, ну, есть же мнение, да, вроде бы это абсолютная правда, что именно он, Глушаков, повлиял на отставку Карреры. Ну да, дело в том, что... Он, я хотел спросить, он действительно настолько влиятельный в команде человек, спортсмен, который как-то мог на это повлиять? Нет, ну, в принципе, капитан это довольно большая фигура, особенно чемпионской команды. Ну это понятно, да. Впервые там за долгое время выиграла титул, но при всем при этом, дело в том, что в «Спартаке» есть несколько группировок, да, в руководстве, и, соответственно, разные люди там по-разному влияют. Вообще, ты знаешь, странно слышать, что в спортивной команде есть несколько группировок, это значит отсыл к 90-м. Ну, конечно, да нет, все оттуда и идет, и как бы, мне кажется, прототипами стали именно там организованные преступные группировки. В принципе, в команде действительно протекает какая-то борьба до сих пор. Ну, единственное, согласились на назначение Кононова главным тренером. Что касается Глушакова, я думаю, что прямо сейчас влияние его на какие-то процессы минимально, потому что человек пошел по наклонной, начиная с чемпионства, играл очень плохо. Вот, сейчас более-менее поправляется, ему дали шанс проявить себя, и, в принципе, он неплохо сыграл с крыльями, вот, как и, в принципе, его коллеги по ОПГ «Ромашка», так называемой, вот, которые, собственно... Ты сегодня не скупишься на терминах, хорошо, да? В которые входили лидеры того самого чемпионского «Спартака» — это Камбаров, Ребров и, собственно, Андрей Ещенко, который также вошел в историю с лайками. Да-да-да, ну, который у Кононов тоже вернул, собственно. Под постом, под стихами Дмитрия Назарова, да, из-за которого, собственно, Массима Карера их отлучил от основного состава. В четверг они играют с Венским Рапидом, соперник посерьезнее, чем Крылья Советов, вот, и я думаю, что Глушаков будет в составе, потому что травмирован Роман Зобнин, Роман Еременко, поэтому вариантов нет у Олега Кононова, кроме как поставить опального капитана. Кстати, капитанскую повязку он ему тоже вернул. Ну, интрига, кто будет играть в воротах, потому что Артем Ребров играл с крыльями, играл, в принципе, неплохо, но, конечно, это уже он достаточно возрастной. Поправился Александр Селихов, есть молодой Максименко. Посмотрим. В принципе, выбор у Кононова есть, и, в принципе, варианты варьировать состав, в принципе, в каждой из линий. Ты знаешь, я в последнее время себя поймал на мысли, что, ну, понятно, смотреть, каждый матч Спартака смотреть интересно, да, но еще, мне кажется, интереснее, с каждым разом интереснее и интереснее после каждого матча читать комменты в интернетах. Да, соцсети, конечно, рвут. Это просто что-то, вообще, такого, мне кажется, никогда не было. Слушай, ну, давай все-таки о сегодняшнем матче у нас ЦСКА и Виктория, да? Использения, да. Чехи. В принципе, давние такие взаимоотношения у них, потому что, в принципе, чешский чемпионат, он послабее нашего, и команда Использения, она здорово играет, особенно дома с армейцами. У них уже несколько было противостояний, и, ну, сейчас, конечно, ЦСКА нужна только победа. Понятно, особенно, если они хотят продолжить выступление в Лиге чемпионов и зарабатывать деньги, потому что ЦСКА, в принципе, это, наверное, единственная команда, которая живет у нас за счет заработка в Европе. Потому что за выход Лиги чемпионов хорошо отстегивает, и за каждую победу. Поэтому интересно, интересно именно армейцам будет продолжить выступление в главном Еврокубке. Но, в принципе, в крайнем случае, если не опередят они Рому и Реал, ну, довольно-таки суперклубы, можно сказать, то они продолжат выступление в Лиге Европы, где, в принципе, им будет полегче. Учитывая молодой состав армейцев, обкатать в Лиге чемпионов будет их интереснее, и я думаю, что парни будут, ну, действительно, биться на поле, вот, и можно будет интересных встреч ожидать уже в Еврокубке. Слушай, я как-то упустил, они играют в Москве сегодня? Сегодня, да. Лучше никак, да, соответственно. Поэтому будьте внимательнее, друзья, кстати. Улицы, видимо, уже там около, которые на поле перекрывают. Нет, совершенно точно будут перекрыты уже начиная с обеда. Ну, сам думаешь, как, вот, как болельщик, вообще, как профессиональный журналист спортивный, как прогнозик такой небольшой? Да, я думаю, что в пару мячей-то должна обыграть. ЦСКА сейчас очень в хорошей форме, обыграли на прошлых выходах Ахмат в гостях, и я думаю, что, ну, вообще без проблем справиться с Викторией. Смотри, я еще хотел поговорить о гандболе, о спартаке, опять же, да, как это ни странно. И у нас же Сергей Сироткин завершил, да, поступление? Да, да, Сергей Сироткин закончил сезон вместе с сезоном Формулы-1, вот, контракт с ним не продляют. Я думаю, что, в принципе, его сменит, ну, как россиянина Формулы-1 Данил Квят, в другой команде будет выступать, в Торо-Роса, где он уже ездил, и я думаю, что перспективы у него получше, чем Сироткин, который занял последнее место сейчас в чемпионате, набрал одну очко, даже не финишировав в очках при всем при этом. Ну, а вообще можно говорить, что Сироткин, вот как-то, Сироткин все? Я говорил с ним полторы недели назад, мы записывали интервью на Массфильмовской, и, в принципе, можно сказать, что парень молодой и готов развиваться. Я думаю, что он свое слово еще скажет, и если не в следующем сезоне, есть еще варианты, что он подпишется, в принципе, может вернуться еще через год, спустя пару лет, вот. Поэтому я думаю, что Сироткин еще вернется и скажет, I'll be back. Ну, опять же, будем надеяться, да, пожелаем ему удачи. Друзья, прервемся мы снова ненадолго, через несколько минут программа «Страна о спорте» продолжится. Друзья, мы вернулись в «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна ФМ» продолжается. И Евгений Беловусов у нас в гостях из издательского дома «Спортэкспресс». Жень, давай, наверное, все-таки мы так закинули удочку, да, небольшую? Нет, слушай, давай Медведевой все-таки, а? Сейчас же большой скандал происходит, да, и Тарасова там, уважаемый, поучаствовала в этом активном. Ну, как скандал, в принципе, вполне ожидаемо. Медведева ушла к новому тренеру, и как-то после этого ее карьера, ну, не то, что покатилась вниз, а немножечко, немного пошла не в ту сторону, можно сказать так. И сейчас вот на этапе гран-при последнем в Гренобле она упала, и это вызвало действительно бурную реакцию моих коллег. И после этого высказалась даже Датяна Анатольевна Тарасова в защиту Медведевой. В принципе, неоднозначная, конечно, история, но другое дело, что за ней следит практически весь мир сейчас. Слушай, ну, действительно сложная ситуация, вернее, двоякая, да, потому что нет ни одного спортсмена, если говорить о фигурном катении, который никогда не падает. Ну, Коляда у нас падал несколько раз на Олимпиаде, если помнишь. Да, 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 я помню эту историю. А сегодня, кстати, пока тебя ждал, я посмотрел выступление Медведевой, да, она упала там, ну, очень сильно и очень так нехорошо. Буквально это нам на 15 секунде, по-моему, прямо в самом начале. Ну, да, в принципе, потом зато собралась нормально и доехала, по-моему, до третьего места. В принципе, надо отдать ей должное. Молодец. Ну, другое дело, что, конечно, на этом фоне там противостояние целое с японками у нас. Три японки, три наши, то есть помимо Медведева еще и Загитова и Токтамышева. В принципе, я думаю, что в данном случае в Гренобле может сложиться все не в нашу пользу. Ну, вообще, ты знаешь, я вот посмотрел на это падение, я тебе уже говорил, да, я поймал себя на мысль, что, конечно, у них абсолютно железные нервы. Я представил, вот если упасть, да, на таком серьезном соревновании, я бы, наверное, заплакнул, бежал просто. Больше никогда не возвращался. Собраться, мне кажется, ну, это невероятно. Ну, я думаю, что по эмоциональному, по ментальному фону фигуристки, они посильнее будут хоккеистов многих. Ну, слушай, в хоккее все-таки команда у тебя рядом, да, есть момент для того, чтобы настроиться, да, можно просто там какое-то время, грубо говоря, ничего не делать, какие-то секунды и минуты. Здесь ты один на льду, и у тебя есть программа, которой ты должен прыгнуть, это тройной тулуп, и никуда от него не денешься уже. При всем при этом это настолько заучено, я думаю, что тратят большую часть своей жизни, да, проводя на льду и заучивая каждое движение, доводя его до автоматизма буквально. Вот, поэтому, мне кажется, с нервами у Жени все в порядке, вот, как и у двух остальных наших девочек. Ну, давай сделаем сейчас неожиданный перекот от фигурного катания к ганболу, о котором мы начали говорить, про Спартак немножко, да? Ну, это действительно... Совсем молодая команда, которая в прошлом году только была основана, да, сколько лет назад. Ну, стал, наверное, начиная с Олимпиады в Рио, таким подъем какой-то у ганбола, хоть там и девочки взяли наше золото, это громкая история, наверное, помнишь, во главе с тренером, фамилию которого я забыл, да простите меня. А действительно, в Москве был организован ганбольный Спартак, на который сейчас ходит довольно много зрителей в Крылатское, они доставляют зрителей от метро буквально шаттлами. И, в принципе, все у них хорошо, они идут на первом месте. В прошлом сезоне завоевали серебро в чемпионате и в кубке, сейчас выступают в Европе. На следующей неделе у них такой довольно-таки громкий матч с чеховскими медведями, который наш традиционный чемпион, долговременный, во главе с Владимиром Максимовым, поэтому, в принципе, на ганбол будет сходить интересно, я всем рекомендую. Мне всегда нравился название чеховскими медведями. А есть еще пермские, там, на самом деле, да, и команд много и в очень неожиданных регионах. Слушай, давай вернем. Слушай, а вот скажи мне, пожалуйста, ганбол действительно популярен среди болельщиков сейчас? Ну, он, на самом деле, носит такой региональный характер. Потому что мы понимаем, что это не фигурное катание, не футболы никакие. В Волгограде был каустик долгое время, вот, и был чемпионом стране, потом чеховские медведи, то есть носит такой региональный принцип. В принципе, в Пермском крае, по-моему, есть, есть команда сейчас в Петербурге. Товарищ мой поехал сейчас развивать ганбол, работал в Федерации, уехал в Беларусь, тоже там создается сейчас суперклуб. Поэтому, в принципе, свой сегмент есть. Это не то, чтобы такой совершенно массовый характер носит, как футбол, например, или хоккей, но свой сегмент есть и своего зрителя ганбол находит. Традиция есть в любом случае. Слушай, ну, по футболу мы пробежались, так же и про хоккей, но все-таки давай к хоккей вернемся, а именно к НХЛ и КХЛ. Почему так все по-разному-то? Я так скромно прошу, чтобы никого не обижать. Ну, дело в том, что да, я недавно был на матчах НХЛ в Европе, в Хельсинки проходило такое противостояние двух финнов. Флорида играла с Виннипегом, там Патрик Лайни играл, противостоял Александру Баркову, это финн, на всякий случай. Вот два лидера... А финн с очень странной фамилией. Финнская сборная, его отец играл за нашу сборную, сейчас работает в Металлурге, по-моему, в Магнитогорском. Но, тем не менее, он закончил карьеру в Финляндии и там остался, его сын принял финское гражданство и сейчас уже капитан Флориды Пандерс. Полная арена была, полная Хартфелл-арена, на которой играет Йокерит. Вот все там 12 или 13 тысяч были заполнены до отказа. После этого, ну, КХЛ тоже устраивает матчи в Европе. И в октябре они играли в Вене, сейчас играют в Цурихе. Все в Вене ЦСКА и СКА обыграли Слован, одной из самых слабых команд Запада, с общим счетом, там, по-моему, 13 или 12-0. В общем, показали европейцам, что будет с ними, если они придут в КХЛ. Сейчас в Цурихе полупустые трибуны были. Вот вчера Рига играла со СКА. Действительно, 3 или 4 тысячи болельщиков на фоне 12-тысячной арены смотрелись довольно жалко. И вот этот вот контраст между тем, как продвигает свой бренд в Европе НХЛ и КХЛ, честно говоря, ну, очень неприятен. Потому что, ну, довольно большие... У нас дотационная лига, большие финансы вливались в ее создание. К сожалению, нынешнее руководство не справляется с ее продвижением. Ну, зато у нас есть Овечкин, Досук, Малкин, Ковальчук. Конечно, конечно, смотрите НХЛ, лучшая лига мира. Слушай, Жень, время заканчивается, поэтому спасибо тебе большое, что пришел. Евгений Белоусов был у нас в гостях. Меня зовут Влад Кутузов. Друзья, прощаюсь с вами до завтра. Пока.